Просто не включил Вот Слава Богу, друзья Шаббат, шалом, мир всем Я вот, извиняюсь, что Не включил сразу камеру Хотят рассляться, но Ютубе идет Вот, она не прерывалась, слава Богу Вот, технически Еще учусь многим этим вещам Просто извините, братья Сестры, вот, все, кто подключился Всех приветствую, и я сейчас разъясняю Очень важный момент такой Шаббата, субботы Вот Две главных причины хочу назвать Их много, десятки причин Почему мы действительно имеем великую честь От Бога праздновать Шаббат Вот Самое первое, самое великое То, что Бог создатель всего мира И де-факто она была всегда С нами, суббота И как напоминание человеку о рае Но отступали люди От Бога и забывалось Все Постепенно, постепенно забывалось И слава Богу, что однажды Господь Всемогущий Избрал Авраама Избрал Авраама Создав из него Аврагама Божьего человека Нашего Отца Который стал тоже Неким новым Адамом Для нас Да Прообразом нового Адама Который есть Иисус Христос И Ишуа Маширх Который две тысячи лет назад Стал по-настоящему новым Адамом Для всех нас А Авраам Стал прообразом Этого нового Адама Восстановление Тикун-а-лам Восстановление мира И От Авраама Бог родил Исаака От Исаака Иакова От Иакова Патриархов От Патриархов Весь остальный народ И затем Мы читаем Переселение в Египет Бесплатный сыр В мышеловке И так все хорошо Начиналось при Иосифе Но потом все так плохо Закончилось Мышеловка захлопнулась Мы попали в рабство На Пасху мы обычно Вспоминаем не только Я говорю как правило Не только о нашем исходе Но и о очень важном уроке Для нас верующих Как не попадать В рабство Не подвергаться Игу рабства Это очень важный урок Но об этом попозже Буду говорить уже Ближе к Пуриму Извиняюсь Да, ближе к Пуриму И сразу после Пурима До Песаха До Пасхи Слава Богу Вот И При Моисее Во время Великого Исхода 3331 Почти один год тому назад Эти заповеди стали Де-юре Не только в де-факто Но они все стали Де-юре Все десять заповедей И заповедь о субботе Снова воссияла В человеческом роде Правда Не так еще Громко Не так ярко Но Вернувшимся на эту планету Ведь Господь Господь наш Иисус Грядет И не в безмолвии И ему есть что сказать Вот Я хочу сказать о второй причине Первая причина Шаббата Очень проста И она самая величественная Эта причина Что Бог Создатель всего мира А вторая причина Вот На нее намекают На нее намекают Две булки Два хлеба Две халы Когда мы вышли из Египта Бог кормил нас в пустыне Хлебом ангелов Да 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 Человек Ел ангельский хлеб По вкусу Его описывает Библия Тора Как Лепешка с елеем В другом месте Как лепешка с медом Наверное очень вкусно Я думаю что очень вкусно Но У меня здесь не лепешка с елеем Не лепешка с медом Вот Я купил вот Такие халы Хотя мед у меня есть Вообще-то У меня Заначка такая Слушайте Ага Я вспомнил От нашего батюшки Руслана Грицева От отца Павла Нашего Свернопольской области Вот Ага Так что я сегодня Кушать буду Райской пищи Мед Попробую сегодня с халой Как раз мед Ну и Возьму халу Откушу Немного меда Елей У меня есть елей есть Вот Зажмурюсь И представлю себе Этот ангельский хлеб Как он Был по вкусу Ну это конечно Отдаленно Напоминающее Вот И Каждый день На протяжении 40 лет Нашего путешествия С вами Да Наших предков Даже если вы не еврей По плоти Не важно Не важно Потому что То что написано Тогда Произошедшее Во время исхода Написано всем нам В назидании В наставлении И мы читаем об этом Как сами вышли Из Египта Так вот И каждый день Выпадал Хлебушек Собирали мы его Кушали Ха Некоторые Находились такие Хитрые Хитроумные Которые пытались Ну заначку сделать Такую Хлебушек себе Раз так спрятать Где-то под матрасом Погрызть Ничего не получалось Это было Скоропортящимся Продуктом И гнило Все это Черви заводились Пропадало Вот так вот Нельзя было Надо было собирать Только лишь на один день Зависимость такая Полная От нашего создателя Была Удивительно Но В субботу Не выпадала Манна Ну заповедь О субботе Хранил Израиль В пустыне Очень четко Там хочешь не хочешь Сохранишь Манны нет Но зато в пятницу Накануне Выпадала Двойная порция Выпадал хлебушек И еще добавки Добавки Да Добавки Добавка Выпадала тоже От Бога Ангелы не скупились И бросали нам еще хлебушек Еще бросали хлебушек Вот И когда собирали двойную порцию В пятницу Хватало и на пятницу И на субботу Вот И О чудо Удивительно Вдруг этот Такой Скоропортящийся продукт Он Не портился Да Каждую субботу На протяжении 40 лет Продолжалось такое Чудо Удивительно Конечно Хотя люди Мы привыкаем к чудесам И даже В пустыне Вышедшие Вчерашние рабы К сожалению Тоже привыкали к чудесам Не дай Боже нам Привыкать К чудесному Дай Боже нам Всегда Удивляться И видеть чудеса Вокруг себя Спасибо Тебе Господи Благословен Бог Наш Царь Вселенной Давший нам Хлеб Из земли Аминь Аминь Благословен Бог наш Царь Вселенной Давший нам Плод виноградной Лозы Аминь Аминь Шабашалом Господь Бог Авраама Исаака Иакова Бог патриархов И пророков Отец наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Бог Адама И Евы Бог Всего человеческого рода И страдавшегося Человеческого рода Благодарю Тебя За субботу Твою Благодарю Тебя За наступивший Твой Святой день Который стал знаменем Для всех нас Спасибо Тебе Господь Ты дал повеление Шесть дней работать Седьмой день Почевать Отдыхать с Тобою Это время пришло Это время наступило Как сказано И был вечер И было утро День Седьмой Спасибо Тебе Господь Я поздравляю Тебя С этим Твоим праздником И для меня Великая честь Приобщаться Твоей святыне Приобщаться Твоему слову Приобщаться Твоему празднованию Я знаю Творец Творец неба И земли Благословенно Имя Твое Бог Богов Господь Господствующих Благословен Благословен Создатель наш Я приветствую Твоих святых ангелов Сегодня здесь Приветствую И благословляю Субтитры Приходите С миром Ангелы Всевышнего Посланники Божии Пребывайте С миром Среди нас Ангелы Божии Посланники Всесильного И идите С миром Ангелы Господни Посланники Всесильного Аллилуйя Слава Тебе Господь Слава Тебе Святой Слушай Израиль Господь Бог наш Есть Господь Единый Спасибо Тебе Господь Ты есть Бог Единый Ты есть Бог Чудесный Я поздравляю тебя С этой Субботой И Желаю тебе Всего 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 Самого 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 Прекрасного Пусть Эта Суббота Порадует Тебя Пусть Эта Суббота Вместе С Твоей Семьей Со Всеми Детьми Твоими Будет Радостной И для Тебя И для Ангелов И для Всех Небожителей Спасибо Милостивый Государь Спасибо Бог Святой Спасибо Шабад Шалом Господь Бог Святой Шабад Шалом Ангелы Господни Шабад Шалом Друзья Братья Сестры Все кто Подключился Шабад Шалом Семья Моя Шабад Шалом Супруга Моя Драгоценная Любимая Моя Инна Сергеевна Шабад Шалом Детки Наши Шабад Шалом Внуки Наши Коты Наши Весь Дом Наш Потому Что Шабад Он Для Всех Шабад Для Всех И Для Вся И Я Очень Богу Благодарен За Все Шабад Шалом Друзья Братья Сестры Кто Подключился Кто Подключается Кто Смотрит Это Видео Потом Уже В записи Шабад Шалом Мир Господний Всем Вам Споем Спасибо Господь Шабад Шалом Суббот Немир Суббот Немир Шабад 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 Шалом Шабад Шалом Шабад Шалом Шабад 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 Шалом Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом Наш Отец, небесный Бог, святой, живой Отец наш, Бог и Царь, который на небесах Аллилуйя От Авину Хай От Авину Хай От Авину Ава Отче От Авину Хай Ам Израиль Хай Народ Израиля жив И мы живы, потому что наш Отец, наш Бог живой От Авину Ава Ам Израиль Хай От Авину 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 Хай шалом алейхем и благоставляем мы иерусалим шалом шалом иерушала им шалом шалом иерушала господний божий мир тебе иерусалим благословен иерусалим шалом шалом иерусалим шалом шалом иерушала им благослови господь сегодня иерусалим благоставляю иерусалим твоим именем святым отец мой бог и царь и егова сущий бог авраама исака израиля благослови господь народ свой миром боже благослови израиль боже это чудо наших дней благослови господь возрожденное еврейское государство благослови господь столицу израиля благослови город иерусалим благослови господь сегодня во имя иисуса бешем и ишуа благословляю всех вас во имя господне да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир иераст иераст Ва имя Христа Иисуса, спасителя нашего Господа, целителя, освободителя, и ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу, на виде славы Богу Святому! Благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю. Трапезничайте, радуйтесь, отдыхайте, наслаждайтесь присутствием Бога, погружайтесь в Господа. Шесть дней поработали мы, слава Богу, теперь все оставляем и полностью погружаемся в Его святое присутствие. Вот, и завтра утром, даст Бог, да, получается, да, или сегодня утром уже, да, получается, я в шесть утра также по киевскому времени буду подключаться, планирую подключаться с утренней молитвой, трансляцию. Вот, ну и вечером, завтра вечером, получается, да, завершение субботы, субботнего дня, совершим молитву, и в шесть утра, в шесть вечера продолжу говорить о Пуриме, потому что все эти дни, они такие предпуримные. Сегодня второе число уже, второе число месяца Адара, второго. Да. В гражданском календаре сегодня 8 марта 2019 год, а в библейском исчислении второе число уже наступило второго месяца Адара. 5779 года, вот, или же 3330 года, завершающий уже месяц уже, вот, и с Ниссана, с месяца Ниссан будем мы отмечать уже Новый год, 2331, со дня нашего выхода из рабства. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, братья и сестры, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Аминь. Так, написано здесь, как заработать название, с праздника вас, у меня почему-то в шаббат есть особая тяга работать, но я очень рад, что Бог нам дал такой праздник. Да, вот, насчет особой тяги я прекрасно понимаю вас, потому что это свойство в человеческом роде по умолчанию, вообще-то. Это опция по умолчанию еще со времен нашего грехопадения, вот, поэтому, ну, чтобы сделать, выбрать другую опцию уже, надо проявить уже акт воли, вот, и довериться Создателю. Пусть Бог поможет и вам, и всем, 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 всем нам поможет сегодня сейчас отказаться по максимуму от всех обычных своих дел, вот, и перейти полностью на общение с Ним, прибыть с Господом, пребывать с Господом в покое, вот, и, да, иначе трудоголизм это такой же грех. Обычно люди подразделяют грехи, какие-то грехи, допустим, пример, заповеди Божьи, да, вот, 10 заповедей, пример, первая заповедь, она запрещает многобожие. И для многих верующих, слава Богу, это очень даже, ну, понятно, хотя не для всех, к сожалению. Очень много верующих, христиан очень много молятся разного рода посредникам к Богу, всевозможным там Богородице, умершей там Марии, Матери Господней, значит, там, апостолам, мученикам, преподобным, ангелам, как якобы посредникам к Богу. Это все многобожие, это печально, конечно, что для многих христиан это еще проблемой является. Но большинство христиан так или иначе понимает, что эта заповедь, она, ну, очень-то правдива, и надо ее соблюдать. Вторая заповедь об идлопоклонстве, с этим у христиан обычно много проблем, тоже, значит, у всех так или иначе. Вот, то такого вульгарного идлопоклонства, как правило, в христианстве сейчас очень трудно увидеть, только лишь у нас в православии, у католиков сохранилось, вот, к сожалению, в форме икона почитания там и прочее. Вот, поминать имя Господа в суе, ну, это грехи языка, неудержимое зло, и знаете ли, только лишь человек, рожденный свыше, только лишь с Богом и в Боге, язык наш освящается, действительно. И мы не говорим, что зря и где попало, вот, и тем более касательно божественного, с этим все понятно. Четвертая заповедь о субботе, она понятна далеко не всем. Вот, по моим наблюдениям, большинство христиан вообще, как бы, не понимают этой заповеди, увы. Ну, чем занимаемся сейчас, я чем занимаюсь, это как раз вот восстанавливаю, реформация, то есть восстановление, покаяние, исправление церкви. Вот, возрождение, вот, изначально данного нам. С этим сложно у большинства христиан, так или иначе. Вот, слава Богу за мессианских евреев, слава иудеев, слава Богу за адвентистов седьмого дня, за еще некоторые течения христианские, некоторые меньшие, которые святость субботнего дня сегодня почитают. А почитание к родителям, ну, с этим все-таки у большинства людей, даже у неверующих, как бы, более или менее все нормально. То есть, это не надо обычно объяснять, доказывать. Это, как бы, считается даже, даже неверующие люди порой возмущаются, когда видят такое, к примеру, отношение хамское, да, непочтительное отношение к старшим, к родителям своим, тем более. Вот, и поэтому с этим, да. Есть заповеди, запрещающие прелюбодейство, разврат, всякого рода, вот, развратные действия, да, супружеская неверность. Заповедь, запрещающая убийство, воровство, с этим тоже более или менее все понятно, даже неверующие люди понимают прекрасно. Но многим людям невдомек, что в глазах всемогущего Бога, нарушающий святость субботнего дня, непочтительное, относящийся к субботнему дню, человек, он такой же грешник, в таком же абсолютно положении, как и нарушающий супружеский свой обет, значит, прелюбодействующий человек, или ворующий, вот, или поклоняющийся истуканам, вот, или молящийся, там, кому походе, помимо Господа. Вот, последняя заповедь, там, о зависти, ну, с этим тоже более или менее понятно в человеческом роде. Ну, вот так вот, как-то так. Но пусть Бог благоставит нас сегодня в этом размышлении о святости Господнего дня, о творении Божьем, о нашем исходе, вот, и о грядущем Господе, потому что шаббат – это еще не только воспоминание о прошлом, но и воспоминание о будущем, да, воспоминание о будущем. Потому что Господь грядет, и при его втором пришествии Иисуса Христа, и Шуа Машиаха, при его возвращении святость субботнего дня вновь воссияет общепланетарно для всего человеческого рода. И все станет понятно и ясно. Пусть Бог благоставит вас, Эдр и друзья. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шаббат, шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат.